Всем привет, друзья! Меня зовут Рустам и сегодня я сделаю обзор шлема RDX TRB-H1B. Вот такой вот шлем, который предназначен для занятий боксом. Расскажу, во-первых, для чего я его купил. Я занимаюсь боксом около трех лет, как любитель. Что это значит? Первые два года я занимался с перерывами, последний год уже более-менее усиленно, два-три раза в неделю. И на данный момент мне 27 лет. В какой-то момент я понял, что нужно иметь свой шлем. Я использовал шлем бамперного типа, поскольку занимался в другом спортивном зале, в котором это можно сделать, но потом я перешел в другой спортивный зал, где шлемов своих не было, и мне пришлось купить свой шлем. Я долго выбирал и пришел к выводу, что такой шлем для меня был бы наиболее оптимален. Во-первых, по соотношению цена и качества. Я купил его за 2500 рублей. Это не очень дорого для шлема такого типа, особенно закрывающего практически абсолютно все. Есть важный момент. Компания RDX это вообще такая английская компания, которая производит оборудование для спорта, а конкретно для бокса. У них есть и перчатки, и бинты, и много чего. Компания RDX сделала этот шлем именно такого типа, потому что такого типа у других компаний я шлема больше не видел. И он достаточно интересный в использовании. Конечно, есть свои минусы. Первое, это обзорность. Если обратить внимание, то вот здесь очень сильно закрываются глаза. И мы можем не видеть, что происходит сбоку. В данном моменте я, допустим, совсем не вижу камеру. Если бы у меня не было шлема, я бы ее боковым зрением видел. Но я вам скажу, когда я надел этот шлем с самого начала, со временем он стал, я к нему более-менее привык. И в нем вполне себе комфортно стало заниматься. Какие есть у этого шлема плюсы и минусы? Первый плюс это в том, что он защищает абсолютно все лицо и всю голову. Тут даже не получится сломать нос, например. Потому что есть защитная маска. Она сделана из такого твердого пластика. Я не знаю, видно сейчас на камере. Да, видно. Она сделана из очень твердого пластика, который не так просто засломать. По моему мнению, опять же, да? Но где-то в комментариях я видел, что кто-то кому-то ударил по этой маске, она треснула и как-то ударила в глаз. И даже было, что вроде какое-то рассечение. Но я решил не заморачиваться по этому пункту. Эта маска пластмассовая легко снимается. И можно использовать шлем без этой масочки. Сейчас я продемонстрирую. Она вообще так не слетает, держится абсолютно крепко. Вот, пожалуйста, без... Шлем без пластмассовой маски. Похож на шлем магнета. Так. В нем обзор гораздо лучше. Но и, как вы видите, нос торчит конкретно. Сломать его нос сломать очень легко. По крайней мере, вот у меня он неплохо таки торчит. Я считаю, что если удар прилетит сюда, то сломаться носу очень легко. Смотрите, важный момент. Именно у меня была такая задача, что я не хотел получать травмы. Для меня самое главное, наверное, в боксе это то, чтобы не получал травмы. Я понимаю, что без этого в боксе никак. По голове или по печени это в любом случае получишь. Но шлем я покупал вот именно для того, чтобы быть защищенным. Опять же, шлемы бамперного типа тоже неплохие. Но по стоимости шлем бамперного типа был бы гораздо дороже. Поэтому я взял именно этот. Что по поводу материала. Материал внутри тоже очень даже таки неплохой. Вот. Вот эта вот структура, текстура этого материала очень такой приятный на ощупь. Он впитывает очень хорошо все и особо не воняет. Ну, чуть-чуть, если честно, из него пахнет. Я пользуюсь им около двух месяцев. И за это время мне как бы полностью все устраивает в нем. Важный момент. Я хотел вам измерить обхват головы, да? Очень полезный момент будет такой. Смотрите. Этот шлем размера М. Когда я выбирал шлема, очень сложно было найти свой размер. По крайней мере определиться. Приходилось мерить. Так вот. Этот размер М подходит под мою голову. Охват моей головы. Сейчас я вам продемонстрирую, чтобы кому-то, у кого вдруг голова такого же размера, было гораздо проще. Охват моей головы вот так вот на лбу 61 см. и охват вот так вот 69 см. Получается, что если вдруг у вас схожий размер головы, то вы можете взять смело размер М или заказать по интернету. Что еще? Шлемы бывают вообще разных типов. Я сейчас покажу несколько типов, которые вообще есть. Почему я выбрал именно такой, я уже объяснил. Потому что мне он показал сам защищенным. Бамперный тип шлема, он, к сожалению, не защищает подбородок. Здесь же подбородок полностью защищен. Продемонстрирую еще раз. Подбородок защищен. Как бы он, конечно, если по нему хорошо попадут, все равно будет не очень хорошо. Но он, по крайней мере, защищен. Гораздо лучше. Я вам скажу, когда по поводу шлемов вообще, какое мнение? Мнение бывает разное по поводу шлемов. В целом, я согласен почти что с любым. Потому что я не претендую на абсолютную правоту. В первую очередь, шлем, он нужен для, наверное, какого-то ощущения безопасности. Безусловно, что в любительском, что в профессиональном боксе может случиться так, что шлем может вам и не помочь. Или вы будете боксировать без шлема. И будете думать, что вы в шлеме, поэтому нужно иногда спарринговаться без шлема. Что я и делаю иногда. Но при обязательном обозначении со своим спарринг-партнером того, что мы бьем по голове не очень сильно. Мы всего лишь обозначаем удары. Это такой важный момент. Размер шлема, который влияет на сам спарринг в бою. Сейчас я пластмасску прикуплю и объясню подробнее, о чем я. Когда мы работаем в шлеме, наша голова становится гораздо больше. И это значит, что защитные действия вам нужно производить гораздо более, скажем так, трудозатратные. Что это значит? Это значит, что в тот момент, когда вы бы защищались просто без шлема, то вам было бы гораздо, так сказать, проще это делать. Потому что голову сместить можно буквально чуть-чуть и рука уже пролетит мимо. В шлеме же это должно быть какое-то гораздо большее расстояние. Поэтому это такой важный технический момент. Некоторые ребята у нас занимаются вообще без шлемов. Но, по крайней мере, в нашей группе, в которой я занимаюсь, эта группа у нас так и называется, можно сказать, здоровье. В основном, вязать занимаются в шлемах. И у всех как раз-таки закрытого типа. Или типа вот такого, мексиканского, без пластмасски, когда у нас и вот здесь закрыто, и вот здесь, и вот здесь. Итак, расскажу про защитные действия в шлеме. Из-за того, что шлем достаточно-таки большой, сейчас попробую продемонстрировать сразу в перчатках. из-за того, что шлем достаточно-таки большой, приходится гораздо более активно проявлять защитные действия. Что это значит? Это значит, что если я буду делать уклон, то мне нужно делать уклон гораздо на большее расстояние. Если я буду делать на рок, то мне нужно гораздо ниже присаживаться со шлемом, потому что шлем занимает очень большое расстояние. Соответственно, если соперник вытягивает, затянет руку или делает боковой, то мне нужно гораздо на большее расстояние отклоняться. Это очень важный момент, который нужно учитывать. И аналогично расстояние, площадь, которую я могу покрыть перчатками, становится гораздо меньше, потому что шлем большой. Если бы это была голова, я бы прислонил две перчатки и закрыл гораздо бы большую площадь. Здесь же нет. Поэтому нужно всегда это учитывать. Итак, сейчас я посниму еще шлем сблизи, чтобы можно было рассмотреть текстуру шлема и качества и посмотреть на износ за два месяца при занятиях три раза в неделю. Ну и все. Еще будут обзоры перчаток, боксерок. Я расскажу про свой путь в боксе и вообще попробую рассказывать на этом канале о том, что я вообще думаю о боксе, о том, как я занимаюсь и о чем-то другом. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем спасибо за отзывы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok